Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». 9 марта празднуется Всемирный день диджея. И сегодня о всех прелестях и сложностях этой профессии нам расскажет Анна Ларина. Здравствуйте, Анна! Здравствуйте! Ну, если можно, начнем с того, каким же образом вы все-таки пришли в эту профессию. Хорошо, очень часто задают этот вопрос. Если задают, то, как правило, с него все и начинается. Все попадают по-разному, поэтому мой случай, он необычный. В педуниверситете я училась, тогда это был педуниверситет. У нас был факультет дополнительных профессий, и я пошла на журналистику. И просто ради ознакомления нас привели на радио. И как так получилось, что я там и осталась. У нас сначала было 10, 5, 3, и в итоге я одна. Ну, насколько я знаю, вы же не только на радио, но еще и в клубах просочилась информация. А туда-то каким образом вас? Да, в клубах тоже работаю. Это веление моей души. Очень мне это понравилось. В какой-то момент я даже спать не могла. Мне очень хотелось работать в клубе диджеем. Был такой период, когда... Вот мелькнула у меня мысль, что на радио я достигла определенного пика, и мне хочется чего-то еще. Поэтому пошла обивать пороги. Садилась на колени и просила, научите меня, пожалуйста, вот этому всему. Хочу работать в клубе диджеем. И тоже получилось. А вот чему там учиться? То есть в чем вообще состоит работа диджея именно в клубе? Потому что, да, мы, наверное, все приходим, мы танцуем, мы наслаждаемся музыкой, мы видим того человека, который это все делает. Но что конкретно он делает, я вот, например, не представляю. Там гораздо сложнее. Ну, на мой взгляд, гораздо сложнее. И сразу хочу сказать, что я не мастодонт в этом деле, потому что есть люди, которых я, в принципе, наверное, никогда не достигну. И то, что я буду говорить, это, конечно, я считаю, со своей точки зрения, дилетантство. Но там очень много технических заморочек. Для женщины это тяжело. Гораздо тяжелее, чем мужчинам. И слух должен быть, ну, если не идеальным, то хотя бы близко к идеальному. А еще очень важно, вот я для себя поняла, не только то, как ты смотришь, то есть ты должен, в принципе, выглядеть неплохо, а чувствовать настроение. Я не знаю, как это передать. То есть ты вот видишь их и понимаешь, что вот пойдет ретро, или пойдет русское, или пойдет прям клубная такая, клубная прям жесть. А вот вам какая музыка самой больше нравится, и что больше по душе? Ой-ой-ой. Мне на самом деле нравится почти все. Вот у нас появляется на радио, и, как правило, из обновления, там, 3-4 песни мне нравятся. Еще помимо этого я слушаю очень много. И клубного я слушаю очень много. Вообще очень люблю рок-музыку. Я слушаю все. Бывали какие-то, ну, накладки, может быть, какие-то смешные случаи вот в вашей работе как на радио, так и в клубах? Может быть, что-нибудь расскажете, чтобы мы посмеялись? Сейчас я поняла. Из таких прям смешных случаев я, навскидку, сейчас вспомнить ничего не могу. А из интересных буквально вот две недели назад в клубе выключали свет. Не один раз. Я понимаю, то есть, если народ клубится, танцует и выключили свет, потом включают, все хорошо и даже лучше, чем было. Три или четыре раза выключали свет. Естественно, все смотрят на меня. Что-то надо делать. Ох, это был опыт, еще тот опыт. Но вроде бы выдержалось честью. А что касается радийного опыта, сейчас не так много историй и не так много людей, безумствующих по диджеям. А раньше вот было, да, то есть мы получали огромные кипы писем, мне дарили подарки. Я, прежде чем прийти к вам, думала, что я расскажу о каких-нибудь подарках. Мне подарили мобильный телефон. Просто так мне принесли его. То есть мне писали письма. У меня тоже это все звучит как бахвальство. Вообще было дело, но это несколько лет назад. Сейчас в корне изменилась ситуация. И предложений много, и радиостанций много. И людей интересных очень много. Поэтому вот за последнее время я не могу вспомнить, какого-то такого всплеска. Но безумцы попадаются. И как они безумствуют? Ну, например, есть один человек из Ряжского. Он упорно меня зовет Таня. Не Аня, а Таня. Ему несколько раз обращалась к ему в эфире по имени. Но он пишет письма. Абсолютный поток сознания. То есть бред. И я так думаю, что он, может быть, меня на выдержку проверяет. И сколько я смогу эти письма читать. Есть люди из мест не столь отдаленных, которые мне пишут и предлагают выйти замуж. Есть дальнобойщики есть, которые, когда бывают в нашем городе, они тоже каким-то образом дают о себе знать. Женщин очень много, которые звонят и выражают как-то свое восхищение. Ну и мужчин. Ну и сейчас, опять-таки повторюсь, это было несколько лет назад пик. Сейчас уже все вот так вот ровненько. Если касаться вашей радийной работы, в чем сложность, я имею в виду, у вас же практически нет права на ошибку. На ошибку в плане, я не знаю, даже просто произношение слов. Я поняла. На самом деле, по этому поводу мы как-то разговаривали тоже с человеком, не близко задействованным в этой радиосфере. Он спрашивал, ну как так? Вы говорите сами или вы пишете заранее текст? Это всегда интересует. А бывает и так, и так. Вот приходишь и понимаешь, что слово само слетает с уст. Вот прям вышел в эфир и прям идеально, как сочинение на несколько секундочек. А бывает, что приходится писать. Такие моменты у нас тоже бывают. Мне кажется, этого не надо стесняться. Это абсолютно нормально. Когда ты приходишь с пустой головой, у тебя нет ни одной единой мысли. В несколько минут ты вот из себя вот это творчество вытаскиваешь. И так, и так бывает. Мне кажется, у всех. Ну, чаще всего вы выбираете какую-то тему, правильно, на которую, я не знаю, может быть, люди вам будут звонить, что-то говорить, вы сами рассуждаете или нет? Раньше было так, мне кажется, да, раньше в большей степени мы говорили что-то по поводу песни. То есть мы выходим в эфир, не знаю, как на других радиостанциях, но у нас есть определенное время, когда мы появляемся в эфире. И это очень часто привязывалось к песням. Сейчас уже никто ни к чему не привязывается. Сейчас уже все настолько свободно, настолько раскованно, преимущественно на многих радиостанциях, потому что я тоже слушаю, слежу за всеми. Общение на ты. То есть настолько сейчас все просто, что не привязываться ни к чему не надо. Не особенно какие-то мудрые мысли людям давать. Хочется просто, тепло, чего-то солнечного услышать на несколько минут, улыбнуться и все, идти дальше по своим делам. Ну, диджеев, наверное, мы слышим практически постоянно, да? То есть если едешь куда-то ночью, мы все равно вас слышим. Если встаешь рано утром, нас снова приветствуете вы, ну и, соответственно, дальше днем. График работы, он у вас плавающий? У нас диджеи работают 4 часа в среднем. Это тоже не случайно, потому что если человек работает больше, наверное, часов 6, он начинает заговариваться. Он не только начинает заговариваться, он еще начинает тупить. Поэтому у нас все фиксировано, я работаю 4 часа. И я просто знаю, что в эти 4 часа у меня мозг работает, потом он уже может отключаться. Ночные эфиры вы не ведете? Был у меня опыт, очень давно, по-моему, было. Как-то я работала ночью. Нет, упаси Боже еще раз. А почему? Спать хочется. Это же не клуб, где тебя подхлёстывают и люди, и музыка, и все остальное. А тут ты наедине с компьютером. Держаться сложно. На сегодняшний день все-таки что вам ближе? Родейная работа или вот такая работа в клубе? Ну, именно как диджеи? А я считаю, что я нашла идеальный баланс в своей жизни. То есть без одного невозможно было бы другого. Потому что я работаю на радио, об этом знают в клубе. И это мне дополнительные баллы, скажем так, между нами добавляет. И точно так же я работаю на радио. Это судьба моя, это моя жизнь. Я уже без этого, я как-то думала, уже не смогу. Ну что ж, мы поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. Ну, еще и с Международным женским днем. Совсем рядышком они стоят. Желаем вам творческих успехов. И всего самого наилучшего по жизни. И вас тоже с 8 марта. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы также поздравляем вас со всеми праздниками. Желаем вам здоровья, счастья, любви. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»